всем доброе утро как обещала я насобирала на жилет наконец-то как хотела даже лучше получила чем как я хотела я хочу из платков сделать жилет это не лоскутное шитье я не знаю я хочу сделать себе жилет из платков у меня есть новые платки в упаковках они какие-то такие турецкие недорогие но красивые вроде бы как новые жалко портите есть огромный платок типа павла посадского он там с небольшим дефектом я его для этого и купила он огромный там конечно хватит на безрукавку но опять же мне жалко его тратить мне его подарила клиентка я хотела купить но она сделала мне приятно и она мне подарила два платка один там ну небольшой дефект его можно и так носить но я пока его жалею резать я его одевала и пока я его поодеваю а хочу потренироваться потому как шью я не очень больше на энтузиазме и на желание поэтому показываю у меня оказалось два вот таких кашне я их разрезала это были кашне в виде я показывала но не помню насколько хорошо показывала это были вот такие два состроченных кашне я один купила за буквально 8 рублей я 13 рублей тогда отдала за него и за шарфик я его из-за тоненький батистовый маркизетовый и я его купила из-за кружева а это купила вот один из них был с тем в одном секунде за 13 рублей оба шарфика есть у меня там видео а этот я ну а один из них я купил я уже не помню какой из них какой один из них я купила он такой же самый чуть-чуть отличается по цвету если их сложить но меня это не особо за 28 рублей оставалось 20 процентов скидки в другом секунде я купила вот такой я купила на шок цене куртку вот такую на шок цене за 20 рублей купила для того что я глянула я и присмотрела когда там была 20 процентная скидка я присмотрела она в очень отличном состоянии это куртка это видно по подкладе это уже я ее хорошо постирала машинка я прям два-три раза кручу испортится не испортится прям даже на кипячение если я вижу что вещь была ну как уношенная но такой веселенький я может быть куда-то еще эту часть потом использую там в какие-нибудь коврики для ног но мне нужно было именно интерес и меня продавец предупредила что у нас будет шок цена и то что останется вот там вдруг вы что-то присмотрели и и вам повезет приедете нашел цену 20 рублей единица и купите я эту присмотрела куртку думаю ну и точно никто не купит потому как она конечно очень винтажная очень-очень винтажная смешная такая ну разве что собак гулять но мне есть чем гулять собаками я ее купила она огромная мне как раз хватит здесь на жилет здесь идет подклада она сразу вот видите простегана с тонким тонким синтепоном как раз вот ну то что мне нужно я хочу отстрочить я не буду резать эти плотки я хочу именно ну подумаю как-то там отстрочить может вот так как как-то отстрочу такой ровненький я по ткани если бы из кусочков я бы конечно там чуть-чуть может быть приталила а так ну не знаю делать вот так по бокам ну не знаю не хочу я может быть сделала знаете вот просто такой ровный тем более я так швея такая скажем на уровне средняя совсем но шить очень хочется строчку ровно я ложить могу ну как бы так объясню еще раз у меня мама была очень востребованная швея то есть я выросла среди лоскутиков машинки швейной втихаря я шила когда дома никого нет на машинке я умею разобрать собрать механическую машинку не с нуля но вот эту часть где гнездо вот это все я умею наладить потому как я вся до строчи испорчу заклинит втихаря все там поменяю там что-то почище уберу достаточно рано лет 7 я уже вязала в машинку вяжу я с 5 лет это я уже носок вязала с 5 лет конечно был немножко косненький кривенький но носок ну и в общем то как бы понятия шить я умею я не особо интересовалась меня больше интересовала вязка поэтому я терлась после бабушки которая постоянно вязала бабушка очень так ну средненько шила совсем так скромненько ёпочку на резинке там такой ночную рубашку тоже мужские там какие-то трусы женские на резиночках ну тогда шили очень мало памяти на телефоне придется монтировать думала одним кадром больше поснимать ну ладно так вот в общем я к чему это веду что в принципе как бы шить я умела мне просто не интересно было потому что ну мне же мама пошьет а вязать нужно было получше потому что ну бабушка как бы и шила так на таком уровне домашнем и вязала она собственно говоря кружочки под ноги коврики вот эти носки чулки варежки шарфы шапку бабушка уже вязать не могла я не могу не хочу я уже там учиться ну а то что там платки она умела вязать платки и косынки пуховые прясть она умела ну в общем то я как бы умела то что умеет бабушка на том уровне ну и хотелось но мама шила очень вообще просто супер поэтому ну мне хотелось вязать ну наверное я так думаю может быть какая-то другая причина дочь у меня ищет и вяжет как-то прям совершенно одинаково очень прям очень так хорошо я очень этому рада в нашем случае на детях у меня природа смысле таланта не отдохнула я этому счастлива но я еще я всегда у мамы в ателье торчала я около нее всегда крутилась когда накроила иногда у меня мозги свежие уже замыливались она не могла там что-то разложить и я там не могла подсказать причем с раннего достаточно детства там и она меня прислушивалась свежий взгляд она прислушивалась и я работала на заводе очень хотелось зарабатывать много и я оказавшись без работы меня сократили в орсе я была работала в общем в орсе то есть я понимала что будет сокращение я ушла и пошла зарплата была хорошая на заводе завод пластмасс я пошла работать швеей то есть я работала целый год я пошла учиться и еще и пошла работать швеей я отработала год швеей мы шили пластиковые чехлы но и клеенка такая без основа пластиковые чехлы для одежды мы шили разного вида фартуки какие-то детские там такие переднички для приема пищи с лунявчиками не могу назвать ну что пластмассой вытереть было невозможно там сами себе мы шили из остатка в сумке мы шили из остатка в себе даже детские дождевички у кого были детки придумывали решили было очень обидно когда 2 2 моих изделия мы подавали с девочками там каждый свое подавали на ну как будто бы ноу-хау как это сказать но то есть и потом все это нам приходили отказы но там достаточно тяжело было работать сментный пол сквозняки и ну тяжело правда тяжело по сменам ну кто сколько выдерживал я выдержала год я отучилась и ушла работать дальше подавала еще на наладчика тоже сказали ой вы начнете сейчас декреты ходить и в общем-то на наладчика швейных машин меня не взяли я стала отказывать всем то есть это было собрание когда значит звали меня отремонтирую тому 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 пока мастера их не дождешься наладчики ну и звали меня там еще была у меня подруга лена и звали нас а когда возник вопрос нас посылать на обучение на наладчиков ну то есть нас должна была быть корочка и потом нас возьму значит наладчиками всем стало вдруг но не всем там часть проголосовали против и мы в общем-то уволились и когда мы уволились вдруг оказалось на девчонки остались подружки знакомые там нам сообщили что вот а то что вы помните вот вышили подавали сумки там у меня была сумка дождевик кстати вот как раз детский а у этой девочки я уже честно говоря не помню какие-то вот и типа вот этих футляров для ванной комнаты вот что-то такое свое она там придумала ну типа пенал как-то я не знаю как это сейчас называется не вспомню как это называется не буду говорить и было очень обидно когда оказалось что тикнула технолог наша подала и за все это как бы официально оформила и как бы естественно получила за ноу-хау денежки но бог с ними бог судья всем поэтому я не страдаю спасибо сейчас есть интернет что придумал выкладывая в интернет и потом если хочешь не хочешь не выкладывать так у меня произошло с платками шарфами ну тоже не страшно все равно я их придумала первое там разновидность скажем так не ни в коем случае не платки ладно это все ерунда отступления так вот я еще работала вот на заводе пластмасс поэтому в общем то быстро строчить и ровно я умею я просто ленивая я не хочу учиться кроет по правилам я не хочу там какие-то заделки особые не люблю ничего делать по правилам я люблю жить по своим правилам вот есть мне такая особенность жизни я живу по своим правилам я живу так как мне хочется я конечно в социуме уживаюсь не нарушая никаких законов но такие вот какие-то правила лично для себя я сама устанавливаю поэтому поэтому у меня какие-то есть авторские работы там в другом виде рукоделия не в шитье я в шитье не претендую а вот там какие-то приемы в том же вязание в том же валянии в свое время много-много лет назад у меня были я печаталась у меня книги есть журналы есть у дочери моей есть и аистэ нас еще когда существовала дочь моя печаталась там у нее шикарная книга с вкладками с цветными это это шикарно это не просто покет или какой-нибудь брошюрка у нее там целая книга может когда-нибудь соберу даже покажу что у нас там есть по валянию у нас не все у меня дома есть и по вязанию игрушек книга у нас серия там несколько три-четыре не помню но это наш донецкий скиф это можно поискать даже найти в интернете такие примитивные ну какие издатель попросил такие мы примитивненькие делали то есть это нужно было для как бы чтобы самоучитель как бы для всех он просил сложные не делать там иногда нам писали потом какие-то отзывы уже в личку там в одноклассниках нас находили ой такой примитив ну ой ну понимаете рассуждайте как хотите мы заказали потом журналы наши местные здесь а и киевский журнал по вязанию нас забыла а все для женщины не по вязанию простите московский журнал все для женщины нас печатал достаточно успешно одно время печатались за война все испортила нет доступа не к получению гонораров не обсуждению информации поэтому нет смысла вот так вот я поэтому я как бы ну как-то я шью как-то я шью интерес у меня есть ровненько строчка у меня есть все остальное знаете приложится было бы желание вот я как раз достала те плотки которые я говорил это турецкие недорогие платочки но они как бы вот новенькие и очень красивые и они отличаются а нет ничем они не отличаются я думала каемкой нет и они даже каемкой не отличаются я купила их когда-то давным-давно хочу все пошить вот все лежит лежит а теперь вот как раз есть возможность мне попробовать на том что стоит 3 копейки мне будет не жалко выбрать если не получится ну выброшу все даже видео снимать кроить я буду по основе своей вот этой безрукавой на и такой вот майки такая штабельная ну чтобы понимать как бы лишний раз там не меряться я приложу вырежу по ней перед зад и все ну и все буду начинать да и у меня еще кроме тех двух платков есть еще вот такой платок и вот я хочу покрутить помудрить сейчас я посмотрю что мне там на него хватает может быть верхнюю часть спинки я сделаю вот из этой красоты а уже перед и по низу не хочу резать а перед и по низу спинки пущу вот те кашне я считаю что я думала я сделаю из этого я его купила кстати навес когда я поехала 20 процентов была скидка на тех платно на том платке одном из них я купила за 4 рубля это я бы постирал немножко потерял яркость ну потому как купила постирала сразу погладила но потому как видите краешек у него это вот он уже сейчас он совершенно был новый то есть после моей уже стирки он немножко вот такой стал я так морячей водичкой чтобы потом уже не линяло немножко линял конечно и один из тех кашне кстати немного линял и попадался такие же попадались очень-очень испорченной стиркой такие вот кашне мужские это мужские кашне вот и вот наверное да я смотрю в камеру все я приступаю к крою но потом буду показывать постепенно по мере по мере работы с